Находки в возрасте 150 миллионов лет. Останки неизвестного ранее науки вида динозавров обнаружила в паде Кулинда забайкальский палеонтолог Софья Синица. Находка уникальна тем, что в одном месте ученые обнаружили отпечатки костей, кожи и перьев. Это маленькая туфелька и в центре торчит кость. А туфелька вся из кожи. А я не знаю, что это такое. В паде Кулинда нынешним летом найдены многочисленные, хорошо сохранившиеся отпечатки самых мелких на земле динозавров, до сих пор неизвестных науке. Ростом они были примерно с крупного петуха. Здесь рядом были палеовулканы и все остатки засыпались пеплом. Ветровой пепел. Пепел такой иолобный пепел. Нам повезло, что они есть. В Чернышевский район на поиски динозавров забайкальский палеонтолог Софья Синица ездит уже три года. В 2010 году экспедиция впервые обнаружила останки редкого хищного динозавра Комсагнатуса, следы которого до сих пор находили только во Франции и Германии. Теперь ученые склоняются к тому, что 160 миллионов лет назад в Кулинде жили два вида мелких ящеров. Комсагнатус и неизвестный травоядный вид, фрагменты которого в большом количестве обнаружили в этом году. Никакому единому мнению ученые-палеонтологи не пришли, потому что Алифанов определяет маленьких хищных комсагнатов и каких-то растительноядных новых, может быть, кулиндозавров. И он говорит как, что хвосты чешуйчатые это принадлежность хищника, а вот оперения, наверное, это растительноядные. Пока рабочие названия нового вида кулиндозавр по названию падекулинда. Материал собран уникальный, и я думаю, что это недостающее звено в истории биосферы, одно из недостающих звеньев. Мы должны знать, как менялся климат на Земле, как менялись условия, какие произрастали растения, чем питались вот эти маленькие динозаврики растительноядные. Однако споры о принадлежности найденных останков к какому-то определенному виду пока не окончены. Например, благовещенские палеонтологи считают, что находка синицы может быть также жихолозавром. Более 20 скелетов этого вида найдено и собрано целиком в Китае. Но это пока тоже только гипотеза. Расставить все точки над И поможет химическая экспертиза, которую проведут ученые Забайкальского института природных ресурсов. А экспедиция палеонтолога Софьи Синицы на следующий год продолжит работу в Кулинде. Правда, пока неизвестно, кто будет финансировать исследования. В 2011 год мы работали благодаря Генеатуллину. То есть губернатор выделил нам деньги, то есть мы были поражены. У Болотского до сих пор челюсть висит. Он говорит, чтобы губернатор на динозавры дал деньги, такого я еще не слыхал. Вот так. А в 2012 год мы выиграли тендер. Но что значит выиграли тендер? Пока они там разбирались. Прошло лето, прошел полевой сезон. Из-за Забайкальского климата раскопки в Кулинде можно проводить только летом. Поэтому и вопросы финансирования лучше решить до его наступления. Ирина Трофимова, Вадим Светлаков, Вести Чита.